Друзья, всем привет! Поскольку от меня ждут комментариев по поводу концерта Ольги Бузовой, то сейчас я все расскажу, расскажу, как было дело, ничего не приукрашивая и ничего не преувеличивая. Моя подруга Катерина, видя количество подписчиков Ольги в Инстаграм, решила организовать ее концерт, думая, что и в эфи у нее тоже много поклонников. Но после концерта могу сказать, что Абузевшая это классный хэштег, который Ольга придумала для своей команды. Абузевшая реально отражает суть работы команды, но никто не задумывался об этом заранее. Концерт не был задержан по техническим причинам, Ольга выложила этот пот заранее, зная, что сейчас она ляжет спать, потому что устала и задержит концерт. Концерт прошел хорошо, можно даже сказать на ура. Было чуть более тысячи зрителей-фанатов, Ольга действительно выкладывается, она набрала много работы, поэтому, наверное, хочет спать и везде опаздывает, но зрители в этом не виноваты, это же наша проблема. Я видела, как старается организатор Екатерина, сколько дополнительной работы она проделала, торты, подарки, угощения, рестораны, но поэтому хочу обратиться к организаторам в других городах, взвесьте заранее, соберет ли... Поэтому организаторы концерта в других городах, взвесьте, пожалуйста, все заранее, соберет ли Ольга большой зал в вашем городе и сможете ли выполнить столько обальные условия технического, бытового и финансового райдера. Будет ли это окупаемо? Денег вам никто не вернет. Ольга, безусловно, хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной и истеричной звезды. Но называть себя вторым человеком после Путина в стране, ну, на мой взгляд, это просто too much, правда. Я много лет пишу интервью с различными звездами, начиная с Тимати, заканчивая Владимиром Этушем, но никогда я еще не видела, чтобы звезды вели себя подобным образом, поскольку чем выше интеллектуальный уровень человека, тем корректнее его поведение. Я никогда, например, не видела, чтобы моя подруга, которую я обожаю, Аня Нетребко, вела себя подобным образом на концертах со своими фанатами и, самое главное, с детьми. В жизни, безусловно, должно быть что-то святое. И когда мы попросили выделить билеты на концерт девочкам-фанаткам из детских домов бесплатно, то нам сказали, выделяйте билеты из своего кармана, а они могут дать бесплатно только билеты своей фан-группе, которая делает им контент. Поэтому бесплатные билеты Бузова Тим выделили только своей фан-группе, которая делает им контент в соцсетях, а мы дали билеты детским домам из своего кармана. Поскольку были приехавшие поклонницы из других городов, девочки на костылях, которым организаторы помогали подняться и пройти, очень долго ждали Олю, но она к ним не вышла даже на одно фото. Несомненно, это некрасиво.